Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду. Сегодня мы с вами находимся в торговом центре, одном из самых больших известных в провинции Онтарио, недалеко от Торонто. Вот уже, видите, я вам все показываю новогодние украшалки, которые уже более или менее как-то возникают в наших торговых центрах. Еще не в полной мере, еще как бы огоньки не горят, видите, вот, но уже начинается. Но тут, видите, такой странный микс между новогодними украшениями и еще цветочками летними. А это такое место, где вот в этом домике, возле этого домика, по идее, должен находиться Дед Мороз, Санта-Клаус по-нашему. К нему должны приходить дети, говорить ему свои на ушко желания. Такое и есть у нас такая традиция, но пока это все еще не в силе, не в действии. Я не знаю, если в этом году будет так же, как всегда, прошлые годы, что Санта-Клаус сидел в большом торговом центре, и дети приходили к нему, значит, рассказывали ему свои желания, их фотографировали. В общем, такая традиция у нас была. Сегодня мы идем в магазин, который называется Saks Fifth Avenue. Это один из столпов американского ритейла. Как бы один из самых больших таких крупных люксовых магазинов Америки. В Канаде все, конечно, поскромнее и положеннее, так скажем, да, поскольку в Канаде вообще все намного хуже, чем в Америке с этим делом. Но, тем не менее, давайте сходим и посмотрим, что там есть. Сразу скажу, что смотреть... Ой, наверное, так нельзя говорить. Хотела сказать, смотреть особо не на что, но тогда все выключат это видео. Давайте все-таки досмотрим его до конца, потому что у меня для вас еще есть история, которая случилась со мной в этом магазине, которая случается со мной каждый раз. Прошлый раз, когда я ходила в этот магазин, меня с позором из него выгнали. В этот раз меня с позором выгнали еще раз снова, поэтому больше я в него уже не пойду. Так что вот последний раз на моем канале магазин Saks Fifth Avenue. Вот давайте будем смотреть. И, честно говоря, по сравнению с тем, как я была здесь в прошлый раз, была я, может быть, в начале пандемии, где-то, может, полтора года назад, или, может, чуть больше, чуть меньше, точно не скажу. Колоссальный был выбор, было очень много всего-всего, были большие распродажи, сейчас вообще смотреть как бы одни слезы. Вот самый, больше всего, мне понравился вот этот шикарный диван в обувном отделе, где можно очень удобно примерять обувь. Все остальное, значит, во-первых, так, спортивные обуви очень много, которые, в общем-то, ну да, пользуются популярностью, но не так, чтобы очень. И вот летние обуви до сих пор очень много. Вот эти шлепанцы Валентина. Я вам тут буду показывать цены, девочки. Я переворачиваю, когда обувь, туфлю, то сзади там есть этикетка, и там написана цена. Ну, цены как бы, это канадские цены, они безумные, они совершенно невообразимые. Все это стоит каких-то шальных денег, в районе 1000-1500 долларов все эти вот шлепанцы. Вот я не помню, сколько эти, 1200. Это уже какие-то, знаете, такие цены, что это может быть 1000 долларов или 2000 долларов, это уже совершенно неважно, по-моему. Но, тем не менее, смотрите, присматривайтесь к ценам, если вам интересно. Есть немножко зимние обуви, есть. Ну, вот это, например, это Stella McCartney, известный очень бренд. Не самый люксовый, но у меня такое впечатление, что самые люксовые вообще куда-то пропали, а осталось, так, знаете, вот, ну, Хлоя, да, Stella McCartney. На самом деле, в общем-то, я потом зашла на их веб-сайт, но в веб-сайте много чего есть, а вот в магазине как бы вообще полный этот такой трэш. Если честно, я не знаю, если можно у нас заказывать с их веб-сайта. У нас не все веб-сайты, там можно посмотреть, что есть в магазине, но не всегда они делают доставку в Канаду. У нас большие проблемы с этим, поэтому так. Но вы видите вот эти вот, я не знаю, как назвать, кроксы с мехом. Не кроксы, а резиновые такие боты. Мех, кстати, ненатуральный, потому что Stella McCartney не использует уже давно ненатуральный мех, ненатуральную кожу в своих изделиях. Все ее сумки сделаны из ненатуральной кожи, из кожзама, эко-кожи, в общем, как хотите это называйте, но вот такая история. Но цены как бы, как будто бы это все натуральное и настоящее. Вот тоже, по-моему, Stella McCartney, да? А вот этим туфлям уже, наверное, много лет. Они, наверное, очень долго валялись где-то на складах, потому что я помню эту моду года 3-4 назад. Вот эти вот на платформе, вот эти вот туфли, вот синие вот с белой платформой. В Заре их было просто завались. Это вошло в моду, вошло и вышло. Я не знаю, может быть, это ее такой стиль, что она делает. Такой был до сих пор. Стеллочка, но вот, да. И вот эта обувь, она совсем не зимняя. Она как бы, в общем, довольно такая осенняя, летняя. То есть полно шлепанц летних, полно вот таких вот вещей. Но вот зимней-зимней обуви как таковой не так много. Единственное, я вам потом покажу, там был такой канадский бренд. Наш местный канадский бренд. Вот их сапоги стоят такие зимние, такие, знаете, скороходы, луноходы. А все остальное такое, знаете, вот такие легенькие ботиночки даже из таких, в общем-то, осенних коллекций, совсем еще не зимних. Вот. Но это все как бы дорогие бренды, дорогие марки. Они стоят прилично тоже. Ну, вид у них неплохой, но ничего такого, знаете, прям, что прям упасть и забиться в экстазе от их красоты. Знаете что, давайте я вам расскажу историю. В прошлый раз, когда я была в этом магазине, я ходила-ходила, снимала. Потом ко мне, значит, подскочила одна из продавщиц и сказала, что снимать у них запрещено. Ну, я как бы честно ей сказала, что вот я ютюбер, и я снимаю для ютюба. Она сказала, боже упаси, это вообще ни в коем случае нельзя делать. Я тогда была такая еще молодая, борзая ютюберша. И я сказала, позови-ка мне своего начальника, я хочу с ней поговорить. Пришла начальница и сказала, что, боже, упаси, снимать для ютюба нельзя. Ты можешь снимать для себя, но не для соушал-медиа. Если ты выставишь что-то в соушал-медиа, то мы там против тебя чуть ли не в суд подадим. В общем, какие-то ужасные ужасы стало меня пугать. На самом деле, я потом зашла в ютюб и нашла миллион видео из этого магазина. Естественно, все снимают втихаря, никто не подает в суд. Поэтому, когда я пришла в этот раз, у меня была готовая история, что я буду плести о том, что, если ко мне прицепиться, зачем я снимаю? Я скажу, что я снимаю для себя, для своих клиентов, что я персонал-шоппер, то есть человек, который ходит по магазинам, выбирает одежду для кого-то, что сейчас из-за ковида. В общем, моя клиентка не хочет ходить по магазину, поэтому я и фотографирую, и, в общем, цены, и вот в таком духе. Ну, честно говоря, в этот раз эта история тоже не сканала особенно, потому что в Канаде вообще, в общем, народ простой, как бы, что такое персонал-шоппер? Я даже не знаю, если она знает, что это такое, менеджер этого магазина, но неважно. Значит, вот так вот я снимала-снимала, вокруг меня ходило человек 3-4 продавщиц, спрашивали, нужна ли мне помощь, никто не обращал внимания на мою съемку, я уже так типа расслабилась опять. И в одном из отделов сумок, значит, на меня так косо глянула дама-продавщица, которая, я на 99% уверена, что это та же самая дама-продавщица, которая настучала на меня в прошлый раз, что я снимаю. Ну, как бы, по определенным признакам я ее узнала, дама определенного этноса, представительница, я не буду сейчас тут называть, потому что меня обвиняет бог весь в чем. Вот, кстати, вот этот вот бренд канадский, который производит очень теплую, очень такую морозоустойчивую обувь, называется он Sorrel. Действительно, как бы, хорошая обувь на зиму, не очень, может быть, изящная, элегантная, но, видите, цена сразу 220 обувь, то есть не тысячи, там какие-то, а, в общем-то, ну, более-менее вменяемая цена. Да, так вот, та же самая дама, увидев меня с камерой, стала, очень так злорадно на меня посмотрела, я увидела, и я увидела, что она стала куда-то звонить по телефону, опять же так, знаете, злорадно глядя на меня, и, в общем, как на преступника. На тот момент я перестала уже снимать и поехала наверх, на второй этаж, еще раз хочу, кстати, обратить ваше внимание, какие пустые полки, абсолютно пустые полки, то есть вот стоят какие-то летние шлепанцы, такие вот редко так, реденько стоят, и, в общем-то, как бы, нету большого вообще выбора, даже не то, что зимний, даже и летний, даже вообще любой будет. Так вот, я поехала на эскалаторе, на второй этаж, возле которого меня ждала другая дама, их менеджер, которую я тоже узнала с прошлого раза, и тоже стала очень агрессивно на меня наезжать, что вот мне сообщили, что ты снимаешь, ты знаешь, что это страшный ужас, грех, нельзя ни в коем случае это делать в нашем магазине. И я ей рассказала эту историю, там, что я персонал шопер, это ее вообще никак не убедило, ты должна стереть все свои записи, ты должна сейчас при нас достать свой телефон и делить все, что ты наснимала тут. Я ей говорю, что я снимала для себя фактически, не для каких-то этих, то есть я могу снимать для себя, для себя ты можешь снимать, я говорю, так я снимала для себя, но ты все равно не можешь снимать в магазине. А сейчас еще раз отвлекусь от истории, вот елка красивая, а вообще-то в прошлый раз на этом месте был огромный, такие много, огромный отдел распродаж, большой, такое было невероятное количество пола, где стояли обувь на распродаже, вот сейчас видите, все пусто, ничего нету, никакого распродажи, никакой вообще, и все такое пустое, и красивую елку поставили за то. Так вот, она так, знаете, агрессивно, угрожающе со мной разговаривала, при этом я так и не поняла, то есть я как бы говорю, что я не снимаю для социал-медиа, я снимаю для себя, для своей клиентки. Она так почесала репу и сказала, да, вроде бы как это можно, а я говорю, так мне можно снимать? Нет, нельзя. Главное, что она мне сказала, что главное, что вот ты снимаешь людей, наших клиентов в магазине, во-первых, я хочу показать вам, вы, наверное, видели, что в магазине не то, что клиентов, кроме меня и продавцов там вообще никого не было. Я сказала ей, я никого не снимаю людей, я не снимаю, я снимаю как бы товар, цену и так далее. Это можно? Это можно. Так я говорю, мне можно снимать? Нет, нельзя снимать. И вообще, если ты будешь продолжать тут с нами, в общем, спорить, мы попросим тебя покинуть магазин немедленно и, в общем, чуть ли не до полиции. Вот, кстати, интересная кроссовка, вот мне просто понравилась, вот эта зеленая, она сделана такого из бархата, и как будто бы так бархатом обрызгана она, так, знаете, окунули ее. Сейчас расскажу про куртки и про верхнюю одежду, а потом вернусь к своей истории снова. Куртки и зимняя одежда у них продаются наверху, на втором этаже, где я, естественно, уже по известным причинам снимать не могла, потому что меня уже чуть не выгоняли из этого магазина. А пока я еще могла снимать на первом этаже, то вот манекены, одетые в куртке, я немножко их поснимала и вам немножко расскажу про это. Вот эта куртка какого-то бренда МакКейдж, я первый раз вижу его, если честно. Я даже не знаю про этот бренд, как ни странно, но вот, видите, для меня тоже открытие. Вот этот значок, вот эта вот куртка, видите, значок такие, как ножницы, называется Moose Knuckles. Очень странное название, не буду его переводить, в общем, как бы, суставы лося. Я не знаю, почему они его так назвали, но, видимо, это имеет какой-то другой смысл, но, наверное, просто мой английский недостаточно хорош для того, чтобы понять, видимо, какую-то идиому. А это Canada Goose, конечно, известные куртки, что тоже в переводе означает канадский гусь. В общем, любят у нас как-то с животными надавать название брендам. А вот это тоже, этот Moose Knuckles, видите, такие ножнички как будто бы. Так вот, вот этот бренд МакКейдж, я потом нашла их на веб-сайте, значит, делают они пальто с натуральным мехом. Цена их достаточно такая, ценовая категория достаточно высокая, но, надо сказать, что не самая дорогая. Я вот не слышала про этот бренд, первый раз слышу, если честно, как ни странно. Вообще, на их веб-сайте есть много чего. Есть, например, Манклер, известные куртки, цены на которые там от 3 до 4 тысяч долларов, так что по сравнению с этим наша Canada Goose, это вообще детские игрушки. И вот есть куртки Canada Goose, и тоже наверху я обратила внимание, что висят куртки с натуральным мехом. Помните, я им рассказывала, что они перестали выпускать натуральный мех, это вот цена на нее, что они перестали использовать натуральный мех? Очень странно, на их веб-сайте нет ни одной куртки, ни одного пальто с натуральным мехом, а в магазине есть. Кстати, к вопросу о ценах. Вот на их веб-сайте тоже нашла Макс Мара Тедди, известная шуба, и посмотрите на ее цену, почти 5 тысяч долларов. Это просто к вопросу о том, какие цены в Канаде, по сравнению, скажем, даже с Европой. Так, вернемся, значит, к нашему рассказу. Продолжала я снимать сумки на первом этаже, и вот в этот момент меня застукала эта дама-продавщица, она стучала начальнице, когда я поднялась на второй этаж, она меня встретила очень агрессивно, и, в общем-то, как бы без особого... Я так и не поняла, можно снимать, нельзя, главное, чтобы не попадали люди в кадр. Окей, я сказала, у меня не попадали люди в кадр. Все равно нельзя снимать, даже без людей. Ну, в общем, у них какие-то очень странные и очень агрессивные правила на тему съемки. Я, если честно, не могу этого понять. Ну, вот хоть убейте, я не могу этого понять. При этом, знаете, у меня такое впечатление, что у них нет конкретных понятий, что можно снимать, что нельзя. Насколько я понимаю, нельзя снимать людей, но можно снимать товары. Это то, что они мне сказали в прошлый раз, что можно снимать товары, можно снимать цены для себя, не для социальных веб-сайтов, не для Инстаграма, не для Ютьюба, не для Фейсбука, не для чего. А для себя можно, но когда я говорю, что я снимаю для себя, они мне все равно говорят, что снимать нельзя. Причем не просто, что снимать нельзя, а она пыталась заставить меня, чтобы я стерла то, что я уже наснимала, то, что у меня уже было в телефоне. В общем, короче, ну, как бы до этого не дошло, но намерения ее были очень агрессивные. Если честно, ну, что вам сказать, это какая-то совершенно, ну, для меня это непонятно, необъяснимо. Они не хотят, чтобы попадали в кадр люди, которые у них покупатели. В общем, какие страшные, ужасные секреты они охраняют, я не понимаю. Но так вот, во всяком случае, то есть я уже теперь поняла, что то, что было в прошлый раз, это не была дурь какой-то продавщицы или какой-то начальницы. Я так понимаю, что поскольку эта история произошла со мной во второй раз, причем так мне повезло, что я нарвалась на ту же самую дамочку, которая свято охраняет законы съемки в их магазине, то, повторюсь еще раз, что другие продавцы ходили вокруг меня, охранник там ходил, смотрел, как я снимаю. Абсолютно всем было, никому не было до этого дела. Но вот именно эта дама, ну, это, конечно, еще персона такая, которая, знаете, есть такие люди, которые расшибут лоб для соблюдения каких-то дурацких правил, которые совершенно непонятны кому и зачем они нужны. Вот, девочки, такой рассказ, такая история, такой обзор. Закончим на этом. Это сумки Сен-Лоран. Вот, собственно, в этом отделе эта дама и работает. Все, надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. А в следующий раз уже, я надеюсь, будет магазин, из которого меня уже не выгонят.